Итак, всем привет! Не знаю, трэшовый звук. Блин, уже просто с ним голову сломал. Блин, ну бой, два аутбоя хочу показать. Ну, показательные такие бои. Особенно тем, кто будет за зверей играть. Ну, либо там противостоять зверям, или теми же орками, например. У нас самурай-варьер, он идет за порков на этом турнире. Турк-лакс-клан с СССР идет за зверей. И вот такие вот составы. Но, видите, во-первых, здесь что сказывается, что не сразу даже топовые игроки могут найти верный состав, подобрать свой утакт, противника. Поскольку привыкли они играть в вот этих вот фасткапах, где такой вот матчап, как орки-звери, он практически не встречается. Там еще может где-то мелькнуть хаос. Ну, за редким исключением зверя. Там может быть что-то против империи. Я вот аньяги видел атак, чтобы... В общем, не часто вот это вот, видишь, такое вот сочетание. Итак, две хашки у нас за... Орков это губинские лучники. На волках это ржавые стрелялы. То есть три отряда у нас. Это мощная пехотная линия. Это дикие орки, четкие пацаны. Еще дикие орки, еще четкие пацаны, еще дикие орки. И два четких пацана диких орков. То есть диких орков взято, мы видим, пять. Это максимально разрешенное количество на второй стадии турмира LB. Он плейн. Вот кроме этого у нас забойная ударная сила такая. Это паука Рахнарока. Это черные орки. И вузак у нас упакованный. Особенно вот мне нравится кукла вот этого вот врага. То есть, по сути, вот обратите внимание, что может быть кто-то себе под тактику возьмет это на вооружение. Дело в том, что она, по сути, та же самая сеть Анатроэмы. То есть на время действия этого заклинания перемещение отряда невозможно. Так, ну и пусть пока соперники сближаются. И звери. Ну вот, четыре, раз, два, три, да, четыре копейчика. Совсем бросовая пеха. Это два стада онборов и одно стадо онборов со щитами. Ну, понятно, морг Денидар ведет воинство. Все это в бой. И сделана ставка на минотаврах. Это минотавры с тяжелым оружием. Два. Это минотавр просто. И минотавры со щитами. Кроме этого у нас кровавый путь. Зачем ему берет опилку? Ну, уже деньги оставались на искателя врага. Ну, и ревущий шаман смерти. Ужасающий вид. Вот у нас, что там, свойства рыцаря, да. У нас, значит, похищение души. И минус 16 дисциплина, рок и тьма. Возможно, рок и тьма, она вообще оправдана против любых фракций. Хоть высокоаморальных, хоть бегущих, хоть не бегущих там фракций и так далее. В принципе, это заклинание, корком, оно просадит дисциплину капитально. В определенный момент им можно просадить и они побегут. За это время попытаться разобраться с отпятами, которые не побегут. Вампиры, да. Ну, такой просто яркий пример. Просадить дисциплину, чтобы распад начался и так далее. То есть, в общем-то, такое, ну, полезное, как бы так скажем, заклинание. Можно найти ему применение. Ну, пока болтали на левом фланге звери, гублинских ручников вот на волках. Здесь поймали слегка. Здесь, конечно же, зафейлил у нас самурай. И, конечно, это не, скажем так, бояк с таким соперником. Ну, и вот, чтобы надо развернуть, конечно же, войска. То есть, орки чаржевые, высоконатисковые отряды, особенно дикие орки, 29, четкие пацаны, вообще 36. Да, даже четкие пацаны орков, посмотрите, 26, даже черные орки. Ну, что даже черные орки, да, пожалуйста, 30. Здесь хашка пытается в ближнем бою одолеть рядущего шамана, но, конечно, это не получается. Шаман подошел, чтобы откинуть нас на вузага похищение лучших, совершенно верно действует здесь. Ну, и пошли дикие орки, им в спину стада горов. Ну, а все это не на пользу, естественно, шаману происходит. И сразу вот она пошла, пеха. То есть, я не знаю, за счет чего планировал вообще Тлакслан здесь выиграть. Потому что, ну, по пехе однозначно, то есть, ясно, что тебя размотают и размотают тебя здесь, ну, в хлам, скажем так. Потому что вот они сейчас заходят, дикие орки. Нога горка, блин, ну, она на пеху, на пеху хорошо зашла. Посмотрите, лучники, эти, кто не копеечки, сразу заморгали. Да, бык, кстати, вот здесь вот очень здорово остановил чар, частично диких орков. Вот здесь минотавры с тяжелым оружием. Очень здорово четких пацанов под дупом заходят. Ну, бык в свое время попадает под черных орков. Здесь у нас вытащены минотавры. Вот, из боя, из центра были вытащены. И вот это вот, скорее всего, одна из ошибок, скажем так. Ну, во-первых, минотавры со щитами. Посмотрите, пошла кукла, их останавливают. И вот эти два минотавра плюс два копейщика, конечно, они просто-напросто рожкала шматец. Здесь четких пацанов, самураи, их нужно вытаскивать. В то время как четкие пацаны и орков, они, в принципе, со своим бонусом против крупных целей могут еще не стоять как-то против минотавров. Ну, и более того, давайте обратим внимание, все-таки, по пиходе у нас два четких пацана и у нас два четких пацана диких орков. То есть, четыре отряда плюс кабаны, то есть, пять отрядов с бонусом против крупных целей. Ну, пока говорили, здесь в пилах у нас стадо онборов на ржавых стрелял, вышло. Но, я думаю, они сейчас начнут сыпаться. А вот, и вот, зря вытащил, потому что паучиха-то как раз здесь, вот здесь вот и нужно было окучивать. Прям двумя. И вот сейчас снова в тыл бросает на диких орков. А здесь это все дело под вот и мы в центре находится. И орки сейчас здесь, в центре, они просто перемалывают вообще. И этого иривущего шамана не пугает их здесь толком. Это откинутая обилка. Свойство рыцаря, вот это вот ужас. То есть, они перемалывают минотавров одного. Второго, посмотрите, бонус, вот он от этого против крупных целей. Да, достается здесь, получите. Да, Доржа выстрелял, добирается. Тлакс, но это уже поздно. Уже здесь это как мертвому припарку. Очень здорово отработали коблинские ручники на волках, на волках ли. Сейчас они еще и по кровавому быку накидывают. Да, вот все-таки, несмотря ни на что, четкие пацанурков на векрях не стояли. Посмотрите, они дотягиваются у нас сейчас до кровавого быка. И понимает этот Тлакс, пытается он его вытащить. Но из них очень тяжело все это вытаскивается. Очередное похищение души у нас откидывается на Урзага. Ну, в общем-то, Урзаг, вот он сейчас бежит. И вот таким вот радиусом дает 12 сопротивления. 12% на сопротивление урону. Конечно, он просел. И в ближнем бою он, конечно, так себе. Особенно по показателям защиты. Но, тем не менее, много у него обилок. И сложно, конечно, его заиграть. Потому что, как правило, все у нас сводится вот в такой вот зарубе. И особенно за орков. Поэтому редко берут у нас какого-то такого мощного... Слабого, вернее, генерала. Ну, а если и берут, то это что-то для того, чтобы сэкономить. И взять какие-то более мощные отряды. Здесь же наоборот. То есть Урзаг, он достаточно хрупкий в ближнем бою. И по цене-то он достаточно дорого стоит. То есть вот эта комплектация его, которую мы сейчас видим, она не меньше 2000 стоит. Время как их можно собрать за 1300, за 1100, за 1200. То есть в таком ценовом диапазоне можно взять Лорда. Соответственно, это еще один отряд. Но, тем не менее, как и против зверей данный Остер зашел. Зашел, мы видим, неплохо. Кабаны у нас живы. Жива все-таки, несмотря ни на что, и дикий орки. Отряд один и второй жив. Жива паучиха поваляла. Она здесь... Ну, все сразу невозможно. Но ее рассмотреть. Ну, вот. Не прокомментировать, скажем так. Вот. Очень здорово, она здесь этих минотавров поваляла. Вот эти вот стоят, надо уже их сюда бросить. И мы видим, что достаточно скоротечно такой бой. Ну, и к концу боя. То есть это безусловная победа. Ну, я здесь это вижу так. Это победа больше фракции над неверным Ростером за зверей. Хотя, с другой стороны, какой здесь можно, да, наверное, верный Ростер. Потому что во втором бою были уже какие-то горы с питательными топорами. Вот. Поэтому, ну, вот такие вот результаты этого поединка. Вот такой вот фурзак в бою. Вот. Повезло ему, что он, конечно же, не сдох. Хотя, были моменты, что может быть боевым. Ну, а насколько зашли минотавру, учитывая, что, в общем-то, по большому, все-таки ходное сражение, это особенно вот с Оргами. Я бы не сказал, то есть паучиха по итогу, но она все равно. Она выжила и до конца боя стояла. Возможно, убей ее в тот момент, когда Клакс уйел своих минотавров с лишним оружием. Это их в некоторой степени зарешало. Хотя, даже убейт эту паучиху, эти же самые минотавры были потом уже самому центру просажены. И черными уже зашедшими там Оргами, четкими пацанами Диги Гор. Ну, и еще одна проблема, в общем-то, которую достаточно сложно урегулировать правилами, вообще любыми правилами, вот этот вот поединки, значит, вампиров против Духома. То есть в данной стадии, на этой стадии Дуннира мы оставили четырех варнгруфов. Ну, вы знаете, как-то не заходят они, что ли, то ли за вампиров люди не могут. Ну, я вот сколько против Фаскопа, вот он идет у нас за гномов. Талькбор у нас, относительно новичок, он у нас против плеера, он идет за вампиров до этой стадии. И насколько тяжело вообще, как бы, вампирам справляться без призыва с гномами, тем более, посмотрите, здесь гарники с подрывными зарядами три, четыре железолома, три громобоя. Фланги короткие гноми и воинами, тремя прикрытыми, два мстителя, и он, грим, железный кулак у нас, в роли генералов, и все, а больше, ничего не надо, по большому счету, то есть такой достаточно боевой состав. Ну, а четыре варнгруфа мы видим, мы видим черный катафал, мы видим на драконе еще и красного герцога, поскольку призыв запрещен, понятно, мы не видим ручного заклинания, мы видим только нехик. Вот, два проклятых недопыря, три зомби и вот воины-скелеты, 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 да, четыре воины-скелета и колесница смерти. Но, опять-таки, вот такой пехотой не перерубить, то есть такой пехоты надо здесь, ну, как минимум, что-то 10, а то и 12, наверное, отрядов тех живых воин-скелетов, причем они все время должны быть под коляской. Вот, и сохраняется, в общем, проблема вампиры с гномами. Ну, может быть, кто-то посмотрит и скажет, что, в принципе, можно, используя какие-то, ну, уже совсем там растаскивающие тактики за вампов, то есть как-то пытаться вскрывать этих гномов. Ну, вот, посмотрите, как великолепно тут же Катафалк здесь пролез, раз, два, вот его Талькор, в принципе-то, пикрит. Ну, во-первых, очень много микро, видите, вот он, он остановился уже, а он не должен стоять, его нужно постоянно двигать. Возможно, как бы, вот Варкульфи здорово все-таки на громобоев заходит, то есть правильнее цель это Контрит у нас Талькор здесь. Блин, ну, не удается, ну, неким убивать здесь же из заломов. То есть если ты берешь вот такие составы на монстрах основанных, соответственно, на таких вот дорогостоящих монстрах, да, коляска вот даже у нас, но тоже она попадает, и тем не менее громобоев продолжает стрелять. Соответственно, ты проседаешь в Мопехе. Ты проседаешь в Мопехе, блин, посмотрите, то есть ты даже законтрить не можешь ни из железоломов, ни горняков с подрывными зарядами. Посмотрите, как они отрабатывают по колеснице смерти. А такой состав вампиров без колесницы смерти, он, ну, практически, я не знаю, ну, наверное, обречен, что ли, именно вот такой вот. То есть если не брать коляску, да, там будет где-то помощнее. И вот они, эти громобои, они отпекут, вроде бы, все вот эти вот отряды, такие вот, ну, как Варкульфи, как коляска, они, по идее, здесь вот пеху должны разрезать вот так вот своими чарджами. То есть может, вполне это по силам. А по итогу вынужден вампир отвлекаться, я вот реально это просто по себе знаю. То есть тебе приходится отвлекаться постоянно на этих громобоях. Потому что они отходят, и они, получается, вне досягаемости твоих основных сил, твоей армии. Поскольку они отбежали, блин, они, вот они стоят, то есть на них нужно отдельно обращать внимание. У нас отряд за тысячу монет, черный этот Катафал, он вынужден добивать остатки отрядов, которые действительно представляют большую угрозу для вот таких вот единичных целей, как Варкульфи, таких целей, как вот, ну, в данном случае, генерал, да, на Драконе. А он же нужен здесь. То есть у него уже, вон, характеристики какие? И 109, натиски, сила оружия 152, и атака, там, защита в ближнем бою, уже от США, вычки, значит, подросли. А вот и за счет своего боя произошла зарядка, и его, значит, обила. Вот он, он заходит, а эти-то снова не бегут. То есть они стоят, блин, и стреляют, ну, а Диму, значит, начал бегать. И, как вот этот момент, плюс, что генералам, по идее, надо бить. Ну, блин, ты как-то не справляешься здесь все равно. То есть, вроде бы, и пехи-то не так очень много в отрядах осталось, да, немного. Но, с другой стороны, если приглядеться, у железоломы 70, да, посмотрите, то есть какое преимущество все-таки здесь под приходит у гномов, когда, ну, вот такие вот, дурцаростные заванки. И, честно скажу, я вот не знаю, что просто с этим делать. С призывом, да, то есть вот сейчас был бы призыв у нас, у нас бы призванные эти отряды, они бы спокойно контрили бы вот этих вот громобоев, громобоев, остатки, и шарашили бы еще бы и по тылам, например, вот здесь. А сейчас мы видим, вот она осталась, могучая эта кучка за гномом. Ну, может быть, я несколько сундунов все это говорю, но я на этих, на миньонах, Minions of Fortune с фаскопом тоже столкнулся 2.0, монстры, ловку 2.0 с ее бамбами, что только там не придумывал, вот, и все равно ничего не получается, более того, там еще и варкульсы были бы не ограничены. То есть вот такая вот штука, гном действует строго по правилам, то есть по сути он догнать не может этих варкульсов, вот, и в данной ситуации, ну, добьют сейчас, даже если ты простоишь сейчас варкульсами, они без генерала не бегут, сейчас даже если он отхилится там по полной, пожалуйста, то есть вот опускается это, не избегает он битвы. Блин, ну я вот должен отхилиться, ну, стоит и хилься. Хотя вот в этой ситуации стоять, хилиться, смысла абсолютно никакого нет. Потому что здесь вот у нас опять гноми, их 44, железоломов 69, те, кто же вот самый отряд, то есть посмотрите, сколько здесь еще гноми, и мстители аж 20, железоломов еще 62. То есть тут хоть застой, хоть захилься, хоть что-то здесь сделать, эти три отряда, вот эту лучше они не разнесут, тем более шифринг грим. Ладно бы еще генерала не было, можно было бы надеяться, что эти товарищи что-то еще могут. А по факту ничего, естественно, они не могут быть. Понятно, сейчас стоит Тальфор, что пока у него все это дело отхилится, но, зная уже эти ситуации, ничего это не даст к этому поюму. Поэтому, ну, смотреть, как правило, это бои очень долгие против гномов, вот, и они очень мутные, гномы вот такие вот они снимают, что-то с ними поделают. Поэтому, ну, досматривать здесь, как стоят, стоит и хилится в армии, в большом грунте, потому что здесь весла нет, результат известен по этим поражения вампов, и проблема эта вот, она сохраняется. Ну, и решается она каким-то только там, на этих высоких микро, либо какой-то супер хитрой тактикой, вот там, за вампиров, плод до применения даже черных рыцарей, как кавалерии, чтобы добивать эти убегающие отряды, либо применение волков, чтобы эти убегающие отряды добивать. То есть победа достигается достаточно тяжело при данных раскладах. Ну, вот накипело просто у меня за вампировку, я поможу еще с тех времен. Ну что, спасибо за внимание. Всем пока. Пардон, позволь.